Радио 54 Первое областное радио Направление танцевальное Далее у нас 1 апреля Сразу идет направление Уже не вспомни какое Какое-то творческое Да, потом конкурсные дни у нас идут 1, 2 И 4 апреля Всего у нас направление 9 И 42 номинации, поэтому здесь Легко запутаться А чем планируете награждать номинантов? У нас безусловно Есть памятные призы Мы выявляем лауреатов 1, 2, 3 степени Гран-при в каждом направлении И самый главный приз, который мы также представим 25 марта Это гран-при нашего фестиваля То есть в общем зачете Какая-то образовательная организация получит Вот этот переходящий кубок В этом году мы начнем такую новую историю Будет переходящий кубок Кто-то его в этом году завоюет И в следующем году он будет так по эстафете передавать У вас прям НХЛ Кстати, больше скажу, что там будет номинация радио И угадай, угадай, кто там примет участие в качестве жюри Да-да-да Радио 54, что ты на меня смотришь Логично, по-моему, да? Я надеюсь Ну вот такая богатая программа Галоконцерт Насколько открытого формата будет мероприятие? Любой ли сможет туда попасть? Или там через знакомых? По билетикам? Да, галоконцерт состоится 12 апреля На площадке Дворца культуры журнодорожников И мы в этом году тоже сделали инновацию Нам очень хочется, чтобы о нашем фестивале знали не только сами студенты Ну и весь город Поэтому билеты на галоконцерт будут также доступны Уже с 12 марта можно будет за ними охотиться И мы будем только рады, если кто-то к нам захочет перейти Посмотреть, присоединиться к нашему празднику Где слеживать всю эту историю? В соцсетях? Где приобрести билеты? В соцсетях, безусловно, все наши подробности Подробности в наших аккаунтах Российская студенческая весна НСО Это Инстаграм, это ВКонтакте Пожалуйста, там будут все подробности Ну давайте, наверное, теперь все закулисные тайны От Сергея Ну все не все, но хотя бы некоторые Ну хотя бы чуть-чуть, да Все-таки главный режиссер Ничего Я не скажу Сереж, ну наверняка к 25-летнему юбилею Искался какой-то ход Щупался Подземный Возможно, да Что это будет в этом году? Вполне возможно Я никому не открою что-то новое В этом году самая главная дата Это у нас 70 лет победы И поэтому все направления Все творческие моменты Будут посвящены именно 75-летию победы Это великой дате Естественно, мы уже готовим сценографию Мы работаем со светорежиссерами Мы готовим с аранжировщиками Для того, чтобы ребятам это было интересно Потому что была долгая пауза У нас в городе, в области Поэтому мы хотим удивить В первую очередь ребят Ну, поднять заново это движение В общем, заинтриговали сейчас Ну, потому что это важно Моя, допустим, карьера начиналась именно с этого А подробнее можно о старте карьеры, Саш? В 2001 году я учился еще тогда В педагогическом университете У нас были наши пробные шаги У нас был танцевальный коллектив Александр Чусовитин тогда у нас в жюри был Как сейчас помню И мы дошли до финала, да И я помню, тогда был финал В клубе отдых Еще на... Это было волнительно Это было здорово Потому что это такое было Такое единение всех творческих коллективов Города, институтов Мы все знакомились Это было здорово И это очень важно Я повторяюсь Есть основная программа обучения Ну, я считаю, что и это направление Творческая жизнь Так скажем, вне классной Вне учебной работы Это тоже очень важно Конечно, а какое студенчество без таких историй? Это скучновато А студенчество без истории вообще не студенчество Вообще не студенчество, согласно Правда, не о всех историях можно рассказывать Это правда, да, да Ну, понятно Теперь давайте к героям, которых привозите Это будут звездные имена Один, кстати, из гостей Юлия Акиншина с нами вот сейчас в студии Пообещала, что дойдет ногами до студии Радио 54 Мы сейчас с Леночкой Дружининой Можно поподробнее Кто не знает эту фамилию Кто приедет? Кого везете? Лизу Дружинину Лизу, да Лизу Дружинину, да Это хореограф из известной Семьи со звездной фамилией Да, безусловно Лиза Дружинина приедет И будет оценивать номинацию хореография Сестра Егора Дружинина Сестра Егора Дружинина Совершенно верно Она является официальным экспертом Программы «Российская студенческая весна» То есть это эксперты Это не просто только имя Это эксперты Которые будут принимать участие В Ростове-на-Дону В мае И оценивать уже российский этап Безусловно И Лена Гущина Это солистская команда КВН Союз Которая принимает участие Лену все знают Что она у нас девушка поющая Да, она, да Да, она также является Официальным экспертом программы «Российская студенческая весна» И Лена будет нас оценивать В номинации «Вокальная» Вот как раз таки она состоится 1 апреля То, что я забыл 1 апреля у нас в вокальное направление Лена примет участие И танцевальное направление И вокальное направление Это самые большие, наверное, дни Мы ожидаем, то есть по 8 часов Экспертам предстоит Оценивать номера А что касается моды Я вот вижу просто У меня тут написано Номинация будет такая Да, номинация мода Что подразумевается? А что это в студенческой жизни? Это направление моды Его в этом году впервые Тоже выделили в отдельное Прямо направление Там номинация будет Прето-порте Эксперимент То есть это тоже про костюмы Про повседневную одежду Но также есть В направлении театральном Другого у нас Тоже номинация Театр костюма То есть по сути 9 направлений 42 номинации Здесь свое творчество Конечно, можно представить Повсеместно То есть все, что умеешь Можно представить На нашем фестивале А кто еще И когда И каким образом Успеет Подать заявку На участие Для каких Образовательных Организаций Возможно Каких-то других Открыты двери Пока-пока По датам Да, заявки принимаются До 15 марта Но это заявки Принимаются От образовательных Организаций То есть Чтобы попасть На региональный этап Необходимо пройти Сначала Этап У себя В образовательной Организации Мы приглашаем К участию Абсолютно всех Студентов И все образовательные Организации И среднего Парсонального образования И высшего Парсонального образования И областные филиалы Всех ждем А самое главное Чтобы успеть Пройти свой Внутренний этап И уже После 15 марта Принять участие В нашем региональном этапе А вот детально Как выглядят требования К примеру Берем Танцевальную номинацию Что Должна Показать Команда Какие требования По таймингу По количеству участников По концепции Или вообще Открыты двери Для любых Творческих Проявлений Нет Безусловно Это конкурс И в каждом Конкурсе Есть ограничения То есть Регламент Одного номера Это 3 минуты 30 секунд Как правило То есть Положение Конечно Более подробное Все прописаны И критерии оценки И регламент Самое сложное Для конкурсантов Это уложиться В регламент 3 минуты 30 секунд Вот для народного Танца Делать исключение То есть Это 4 минуты Но даже 4 минуты Нам говорят о том Что это мало Но надо заметить Что положение В 2020 году В Новосибирской области Абсолютно Идентично Российскому То есть Все требования У нас Соблюдаются Это мы делаем Специально Для того Чтобы Для того Чтобы Нашим участникам Не пришлось Переделывать Свои номера Когда они поедут Уже непосредственно На Россию Радио Пятьдесят четыре Первое Областное радио